Массированная атака по Украине. Обстрел Селидова и Николаева. Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. Это итоги четверга 11 апреля от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Ковальчук и мы начинаем. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик прямо сейчас. Новая массированная атака на украинские города. Целью стала энергетическая инфраструктура. Эта ночь в России выпустила более 40 ракет и 40 дронов. Часть из них были сбиты, но в результате обстрелов полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Это самая мощная теплоэлектростанция на Киевщине и одна из самых мощных в Украине. Была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. После атаки начался сильный пожар в турбинном цехе. Местных жителей призвали закрыть окна и оставаться дома. К счастью, все работники, которые были на смене в ТЭС, остались живы. В настоящее время Центрэнерго потеряла 100% генерации. Ранее в марте была полностью уничтожена Змеевская ТЭС на Харьковщине, а летом 2022 года захвачена Углегорская ТЭС Донецкой области. Взрывы звучали и во Львовской области. В Стрыском районе оккупанта ударили в газораспределительный объект, в Червоноградском, в электроподстанцию. Минимум 10 ударов россияне нанесли по критической инфраструктуре Харькова и области. Более 200 тысяч абонентов остались без электричества. В этом регионе ситуация с электрообеспечением самая сложная. Как сообщили в компании Украинерго, россияне не оставляют попыток отрезать Харьков от энергосистемы. Поэтому дать прогнозы по восстановлению энергоснабжения сложно. Это зависит от следующих атак и их последствий. Роль НАТО в защите энергетической инфраструктуры от возможного нападения на фоне российской агрессии обсудят в ЕС. Бельгия, которая возглавляет Совет Евросоюза, на следующей неделе спросит государства-члены, какой вклад может сделать Североатлантический альянс в борьбу с широким спектром угроз. В частности, диверсиями, кибератаками и тактикой гибридной войны. По информации Bloomberg, страны-члены Евросоюза обсудят, как финансировать трансграничную инфраструктуру. В документе говорится, что война против Украины показала, что энергетика была, есть и, вероятно, останется той сферы, которую намеренно и активно будут использовать как оружие. Сегодня днем российская армия баллистикой ударила по Николаеву. Взрыв прогремел за несколько секунд до сирены воздушной тревоги. Четыре человека погибли, еще пять ранены, среди них девочка-подросток. Повреждены промышленные объекты, жилые дома и автомобили в частном секторе. На месте прилета в нескольких многоэтажках вылетели окна, повреждены двери и крыши. Увеличилось количество погибших после вчерашнего удара по Одессе. В больнице скончался один из раненых. Таким образом, количество жертв баллистической атаки возросло до пяти. Напомним, вчера, 10 апреля, российские войска ударили ракетой «Искандер-М» по Одесскому району. Среди погибших – десятилетняя девочка. Еще 14 человек были госпитализированы. В Донецкой области обстрелы не прекращаются ни на день. Ночью россияне атаковали ракетами С-300 «Селидова». Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Известно о двух раненых в Красногоровке и Новоселовке Первой. Там повреждены частные дома. Но Торецк оккупанты сбросили управляемую авиабомбу КАП-250. В результате разрушен резервуар для накопления воды. Ночью по городу был нанесен еще один бомбовый удар. Мишенью стал обычный магазин. В очереди на авиаударом разрушены несколько частных домов. Есть информация и о раненых на неподконтрольной части области. Пять человек пострадали в результате удара по автобусу на трассе под захваченной Ясиноватой. В числе раненых девочка-подросток. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Мы публикуем их ежедневно. Если у вас в течение недели нет времени, чтобы следить за новостями, подпишитесь обязательно на наш украиноязычный канал. Там по воскресеньям мы выпускаем краткие итоги с прогнозами, комментариями экспертов. Ссылку на канал оставим в описании. Обязательно подписывайтесь и дивите нас украинскую. Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. За проголосовали 283 нардепа. Более того, законопроект об усилении мобилизации был принят в редакции профильного комитета. Если кратко, остается норма о праве на увольнение со службы людей с инвалидностью. Есть возможность уволиться со службы после плена. Мужчины, признанные ограниченно годными, обязаны будут пройти переосмотр в течение 12 месяцев. Теперь отменяется срочная служба. Ее заменит базовая военная подготовка на 5 месяцев. Ее будут проходить до 25 лет. Все граждане, состоящие на военном учете, в течение 60 дней должны обновить данные в ТЦК. Это можно будет сделать в самих ТЦК, в ЦНАПе или онлайн в личном электронном кабинете. Для уклонистов будут ограничены консульские услуги за границей. Вдобавок, по решению суда их могут лишить права управления авто. Также вводится дополнительное вознаграждение за уничтоженную технику. Это могут быть деньги или дополнительный отпуск. Среди других бонусов сертификат на покупку авто на 150 тысяч гривен за подписание контракта и компенсация половины первого взноса ипотечного кредита. Напомним, из законопроекта была исключена норма от демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы. Ожидается, что эту норму, как и ротацию военнослужащих, рассмотрят в другом законопроекте. Неизвестный беспилотник ночью пытался атаковать международный аэропорт в российском Липецке. По данным кремлевских СМИ, пуск дрона якобы производился с территории Сумской области. Беспилотник приземлили с помощью РЭП, после чего он попал в недостроенное здание больницы. Факт атаки подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, из-за удара произошел небольшой пожар, раненых нет. Также в результате прилетов дронов по приграничным областям РЭП за два дня погиб один российский военный. Еще восемь получили ранения. По данным издания Астра, якобы украинский дрон сбросил взрывное устройство около села Бегоща в Курской области. Там были ранены четверо военных. А на следующий день зафиксировано еще две атаки, в частности в Белгородской области, где погиб военный, и на окраине Теткина. А это все на сегодня. Как всегда ждем ваши комментарии. Поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok